иначе мы их не убьем. Они будут сами себе восстановлять ХП. Соответственно, один кто-то из танков таскает за собой хватоплета, остальные мобы вместе с танком, со вторым держатся около босса. И заливается это все одновременно. А, я понял. А это не в хардмоде такая фишка? Да, по-моему, это фигня. Везде такая фигня. Просто мы когда в нормале убивали, мы вот этих трех мобов вообще не трогали. Просто Фрейю херачили и все. Нет, нет. Их убивали, убивали массу. Убивали, всегда убивали. Причем их убивали одновременно, троих. Причем, не знаю по поводу того, что там на двое держатся на главном танке. По-моему, эти трое как раз этот ОТ брал и оттаскивал от Фрея, чтобы она не хилила или от нее не хил, не шел, короче. Что-то такое, я не понял. Ну, я вот это вот вообще не помню. Вообще никак. Ну, все, больше нету, нечего добавить. Ну, давайте посмотрим, попробуем. В любом случае сначала вопрос. Давай, так, еще раз скачет. Значит, твоя задача контролировать, когда кого убивать и в каком момент перебегать через речку? Все. А, ну и танку говорить, забирай трэш там, собирай от води и кайти его. Получается, через речку, это когда мы будем папу в молотность заливать, когда мы будем воденеть? Это через речку, когда последняя стадия начнется? А вторая, когда будут эти три большие будут эти? Они там взрываются, кто взрывается там, почему переводится? На какой стороне? На той или на этой? На той, на той. На той начнем. Танковать тогда получается подальше. Вот где она сейчас стоит, ну там танкует, по идее. Только этот, потому что они примерно же здесь, рядышком, ну или там появляется дерево, которое надо сразу сносить, вообще сразу все бросать и только дерево бить. Вот только дерево бить. Так, ну все, мы обучили. Сейчас поставлю туда. Там, например, так. Вот так, где крест? СССР, знаете? Вы бы не было. Мне не было. Да и сейчас возьмемся нафиг, но поехали. На ту сторону переходим. Так, готовность-то и была все на месте. Ну и все, давайте. Потихонечку начинаем просто ее вот опинать, тут и не автоатакой. Ждем появления мобов. А что она? Я ничего не делал, я просто бью и все. Ну вот и бей. Мобов сливаем. Мобов, мобов. Лучики вышли. Аккуратно. Мобов, бейст, убиваем. Шурикайте их. Вот этих... Бейст, бейст, бейст. Я делаю. Бейст, бейст, бейст. Бейст, бейст. Дерево. Дерево. Дерево зеленое выросло. Перекочек. Все. Все, обратно. Бейст, бейст. Мобов добиваем. Мобов убиваем. Вот эти древние воды со щитом, который синенький такой бегает. Дальше добиваем. Кустарник добиваем. Хвороблев, хлоплев. Молите. Одновременно троих. Дальше дамагу. Дерево. Это дебиль. Вон дерево. Дальше. Дерево вон там. Я подойду к ним. Пусть разверелся боссом. Все туда. Дерево вон. Дерево вон. Я тучи. Валю-валю-валю-валю-валю-валю-валю-валю-валю. Умели. Добиваем мобов. Флотоплета. Приоритетом. Опа. Что-то меня... Это пожилая дебил сель. Ресните танка. За хил, за хил, за хил. По ходу, по ходу, да, либо флот. Все. Пау-вэд режь быстренько. Быстренько, уэд режь. Заливайте, заливайте, заливайте. Ну опять. У нас оплета. У меня от тебя что-то дамага. Дерево. Дерево, дерево, дерево. Дерево, дерево. Дерево приоритетом. Больше, 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 больше дамага. Валю-валю-валю. У нас оплета с меня соберите, пожалуйста. Подел. А вот он. Могу, в принципе, его покатить чуть-чуть. А, все под грибы. Я под грибы. Под грибы, под грибы. Под грибы, под грибы. Дамажить, хилить не можете. Ой, как все плохо. Получается, вы видите, проблема в том, что надо этих троих, надо сразу, все, мерзаться. Ланшот. Вот этих троих надо сразу одновременно валить. То есть, как у тех мобов, которые в этом были. А то одного завалите. Двое, те живут. И они друг друга рисуют. Дерево. Тех троих, это кого тех троих? Я вот метку, например, не видел. Блядь, ладно, хорошо, я теперь метки буду ставить. Павел. Ладно, вот, хорошо. Все, ложитесь, ложитесь. Привет, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. Я зашел только вот минут пять назад, после работы пришел. Я еще в игру не заходил. Ну, с двадцатого года не играл. Но ульду вот это узнаю. Я так понял, у вас нехватка в ИРЛе, который во время боя мог бы говорить, что делать, да? Да. Ну, есть такое. Я просто все забыл про это вспоминать. А тут у тебя, я вот смотрю стрим, это вот ЧОК от ЭГМ, ты холипал, у тебя в рейде только РДДшники, да? То есть... Один милишник только, да. Протопал, ДК, танк, один милишник это кто? А, вон, вот этот Ретрик. Ретрик, да. Ретрик, да. Ретрик, да. Ну, короче, какой смысл? Вы деревья все убили, да? Три дерева. Нет, не убили. Да, 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 убили. По краям соревнования, оранжевая и фиолетовая. Вот эти деревья, если не убивать, то будет хардмод. Ну, там добавляется по обилке от каждого дерева. Лучше, в котором не стоять, дрожание с земли, когда нужно стопать касс. Если не стопнешь, то словишь сало на 5 секунд. Ну, и от зеленого, по-моему, корни он дает. Ну, корни там, фридом кидается, либо просто они разбиваются. Ну, а сам босс, сам по себе, на ней стаки висят, и она вызывает три вида трэша по два раза. То есть, три вида трэша. Первый вид, это три моба, которые выходят. Хвостоплёт, он обычно катится на оковах, там, за ДКшником. Ну, самое простое. ДКшнику проще всего это делать. А два моба, которые... Ну, один грозовой, один там еще хер пойми чего-то. Ну, не помню их ники точно. В общем, они держатся под боссом. Их бьют милики. Кливом. Вот. И по возможности, если там, допустим, какой-то вар есть или рога, они сбивают им каст. Ну, каст если не сбить, вы видели, он волной такой откидывает вас. Суть этих трех мобов в том, что их надо убить с интервалом не дольше 12 секунд. То есть, если вы, допустим, убили одного моба, как вы хвостоплёт его убили, вот это вот. 12 секунд проходит, он резается. Хоть один какой-то моб из трех останется живой, они резнутся. Вот. Суть их убить одновременно. То есть, смотреть на хп на их... Там, увидел, допустим, у этого 50%, а у этого 10%. Переключился в того, у которого больше хп, и все. И одновременно вы убьете, там 12 секунд не так трудно. Просто всем РДДшникам и ДДшникам нужно это понимать. Что вы сами видите хп, да, полосочки хп над мобами. Маленькие мобы 10 штук вызываются, которые... Их, наоборот, надо по одному убивать. Вот. Или есть возможность, если вы, допустим, их сконцентрировали в какой-то куче, приморозили, даёте АОЕ, нужно оттуда выйти. Танки не сдохнут от взрывов. Ну, если прожимочку какую-то дадут, или если плотно хилить будут. А вот РДДшники, если будут стоять там с тремя-четырьмя мобами рядом, и они будут при этом умирать, они вокруг себя на 15 метров наносят урон. Не знаю, какой здесь в 10 гере нарисовали циферку урона, но достаточно 3-4 мобов, чтобы какой-нибудь РДДшник хил, сдох. Вот, поэтому их щёлкают по одному. То есть, выделили. Ну, тут, как бы... Ты имеешь в виду те, которые растяжка растут? Нет, не растяжка. Ну, вот, которые вызывают босс. Вот это, Фрея. Это второй вид треша. Ну, я понял. 10 мобов она вызывает, маленьких. Они не таунтятся. Ну, они как таунтятся, но они быстро меняют цель. То есть, каждые 3 секунды они обналяют свой агролист и выбирают другую цель. Ближайшую там, или кто больше хилит, дамажит. Вот, и идут в случайном порядке. И они заливаются по одному. То есть, если вы будете прямо уешать и в них стоять, вы подохнете просто. Вот, то есть, варианта уешать только при том условии, что вы видите чётко, что вы в них не стоите. 20-30 метров отпрыгнули от них, там, блинк, там, отскок, там, сова отбежала, допустим. И спокойно дамажите. Танков они как бы не убьют. Милику желательно оттуда выбежать. То есть, ты видишь, допустим, миликом ты можешь поуешать, там, лужу кинуть, бурю покрутить. До процентов 30 босса. Потом убегай оттуда. Потому что, если ты в пачке 10 мобов будешь стоять, там, 3-4 моба взорвутся, при смерти они взрываются, то ретрик отлетит на раз. Вот, как бы, тут ничего сложного нет. И третий вид трэша, это дерево, которое вызывается. Когда это дерево вызывается, он через 2-3 секунды вешает ауру на весь рейд, которая не даёт ни кастовать, ни даже милиобилки применять, ни таунты, ни бури, ничего вообще нельзя делать. Единственное, что спасает этого, это встать под грипп. Грипп снимает эту ауру и немножко увеличивает вашу урон. То есть, нужно отвести босса и это дерево вместе в точку, где стоит грипп и танку туда встать. Потому что он тоже ни таунт, ничего не сможет. И всем туда встать. Ну и, соответственно, ёлка, которая вырастает зелёная, если её в течение 12-15 секунд не убивать, она отхилит на фулл хп босса и весь трэш. Вот, соответственно, если вырастает эта зелёная ёлка, вы смотрите, ДБМ там пишет, Дара и Анара, вы свечитесь, переключаетесь, быстро убиваете и дальше занимаетесь трэшем. Вот, эти три вида трэша вызвались первый раз в случайной последовательности, потом она вызывает их второй раз, тоже в случайной последовательности. И всё, с неё спадают все стаки, по ней идёт фулл дамаг, она не хилится и вы просто убиваете. Ну попробуйте, давайте сейчас пульнёте, я поговорю, что делать. Спасибо, друг, а ты кто, если не секрет? Какой класс у меня? Нет, вообще, ты как тут оказался? Прист, я вступил в гильдию, тебе писал, что могу поводить там рейды, ну, короче, Прист у меня там шп-шник, что-то я с 20-го года. Нет, так какой твой? Водит спиритус, вот как 10. Ой, простите. А где ты езжешь, я тебя онлайн не вижу. Так я не заходил, я же говорю, только с работы пришёл, дискорд открыл. А, понятно. Только что поел. Ну чё, не против, да? Если против, я как бы пойду. Нет, нет, вообще, давай. Все тонкости, все знаю, все, Геры, все, абсолютно. А может быть, я предлагаю всё-таки вот этих троих, как это называется, не клевать, потому что у нас сильно-то нету этих милишников, один только милишник. Я думаю, сразу вот этих трёх боссов, ну, трёх вот этих, которые появляются, и сразу в одном месте, и драконить их сразу. Конечно, конечно, под ногами босса, под ногами босса и пусть и драконит. А ДК-шник, на протопале пусть будет босс, с пула будешь агрон убирать, ДК-шник чилишь, бегаешь. Когда появляется вот этот хвостоплёт, ты чисто хвостоплёт берёшь, на нём агрон набираешь. Это чисто твоя задача. И потом набрал агрон, кинул оковы и бегаешь от него, потому что он много бьёт, когда у него хп много. Всё, идите, пуляйте, а то вот так можно сидеть. Я могу много рассказывать. Давай сейчас, все, все, все. Пуляйте, сейчас ничего не делайте. Ротопал набивает агрон, я просто объясняю, что кто делает. Остальные там можете стаки, там Т5 набивать или ещё что-то. Сейчас посмотрим, какой вызовется трэш. Вот, маборки 2. По одному. Выбираем цель, убиваем. Ретрик подомажь, там их процентов до 30 и выбегай оттуда. Вот они все по танкам, всё, а вы ешку туда давайте. Если мобы идут на вас, приморажить, отбегайте от них. Ретрик, выбирай моба точечно, который один стоит и в него вливайся до упора, пока он не сдохнет. Да, дерево. Зелёную ёлку бейте. Зелёную ёлку прилететь, а то она на фулл хп отхилит мобов. Добивайте, добивайте мобов. Босса бить не надо сейчас, столько мобы. Босс сильно хилится очень. Всё, вот, кто там танка захилит, нормально. Всё, последний гонимать. Ну вот, сейчас скоро уже следующий треш появится. Либо дерево будет одно, либо три моба. Зелёная ёлка скоро появится. Смотрите. У нас босса так вылетают. Двя секунды. Он уничтит, у босса нет смысла. В черепке бейте зелёную ёлку. Появились три моба. Протопал берёт двоих, плеточник Адакашник берёт. Ретрик, а уешишь под ногами босса. РДД даём АОЕ-шку и бьём большого. Ну, тех задутываем. Слушай, у меня столько гранетов, чтобы у него отобрать. Ну, у кого? Он её паунтит. Ну, ничего страшного. Ставьте с него. Протопал берёт. У меня столько нету. Ничего страшного. Я думаю, не помрёт. Всё, одновременно залили? Добивайте быстрее, кто там остался. Один остался. Давайте заливайте её. Смотрите, вот они сейчас... Вы заливаете там, нет? Они сейчас резнут. Заливай, заливай, не убиваем. Придётся заново убить. Всё, сейчас в ёлку свичнулись. В ёлку быстро свичнулись. Все в ёлку быстрее на фулл хп поднимут. И всё заново повторяем. Мобов надо убить одновременно. Вы смотрите на хп. Вот я у Холипала вижу чётко количество хп. Полосочки хп у мобов над их головами у вас есть? РДДшники. Совы, там, доллоки. Давайте. У вас есть. Да, приостановитесь, мотоплёт. Мотоплёта приостановитесь, тех двоих по дотайте. Вот ДКшникова водит вокруг. Вокруг босса бегаю. 10 метров вокруг босса под ногами тоже. И всё нормально. Под грибы заглядите. Под грибы встаньте, потому что под грибами аура сала снимается. В мобов трёх играйте пока. Тримаба одновременному убить надо. Потом дерево будете бить. Побольше дамага. Что, убили Тримаба? Обзор плохой. Только одного. Нет. Только одного убили опять. Вы доведите его до маленького, до 10% и не бейте его. Ну, если они будут резать сейчас, то, не знаю, будет херово. Будете заново повторять, но там, скорее всего... Четвёртая пачка трэша пойдёт. У нас в танк лёг. Ну всё, ложитесь. Ну потому что танк держит и дерево, и двух мобов, и босса ещё. Ну, заново, значит, надо. Ну, мне просто вопрос. Кто там РДДшники? Я вот так вот вижу сходу сова. Точно есть два ханта, да? И два лока. Да. У вас как вообще? Вы видите? Вы мне просто объясните. Да, я не помню. Я у Холипала вижу чётко хп. Вот если бы он был каким-то локом или шпшник, он бы чётко играл по тому, у которого больше хп. Ну да, иди сюда. Чётко, иди сюда. Я тебе этот диваном придавлю. А ему уже да. Да. Вот это чисто ваша задача. Вот чисто вот два лока, сова и два ханта. Вот это. Контрольте. Хп. И у них троих. Это абсолютно ваша задача. Принес то, что я не вижу их хп. Давай, научим тебя включать хп. Открываешь. Настройки игры. Интерфейс. Там, по-моему, Ctrl-C. Какой-то сочетание игры. Просто нажимаешь. Одну день клавиш нажимаешь и всё. Да, есть сочетание клавиш. Можно и в настройках. У меня это забиндено уже давным-давно. Включите все настройки себе. Все пять рддшников. Чтобы вы чётко видели хп мобов. Потому что если вы не видите. Вы как бы. Вот сейчас вайп конкретно из-за вот этих пяти человек произошёл. Потому что вы хвостоплёта убили, задамажили. Вы вот, ну, отдаёте себе отчёт, что, я же говорю, 12 секунд. Это как бы в бою очень быстро проходит время. Эти 12 секунд вы не заметите. Вы если видите у него интерфейс. Подскажите мне там. Откройте кто-то. Потому что я так на память не помню. Интерфейс. Интерфейс. Потом текст индикаторов. Текст индикаторов. Да, вот это с восклицательным знаком. И везде галки поставили. Нужно процент. Ага. Не, не то. Имена. 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 Нажми. Имена. Хулипал. Имена. Имена. Высший текст боя. Ага. Имена. И вот здесь во вкладке имена текст. Индикаторы этих противников. Вот внизу. Галочки. Да, вот эту вот ставишь. Всё. Нашёл. И аддон стоит. У тебя в принципе аддон стоит. А у тех, у кого не стоит аддон. Вот. Индикаторы противников ставите. И над их головами будут красные такие полосочки с их хп. И вы будете видеть всё. Ну и включать, выключать не надо. Ещё. Это уже. Ну это по ситуации. Я всегда с ним бегаю. Да, это не сложно. Ё-моё, ну. Там с сочетанием клавиши это всё включается. Как и звук. А у меня уже бинди на эти кнопки все. Сочетание клавиш. Ctrl-V, по-моему, включается. Это. А, занято. Да. Ctrl-V. Занято. А что там блоки вроде есть, у нас шкаф поставить. А вон у нас паладин уходит. Есть кем заменить? Сейчас давай я зайду. Давай. А ты кем? Шапешкой? Ну да. Только проблема видишь в чём? В том, что у меня там с 20-го года, по-моему, какой-то обоссальный гир. Там 250. Вы вообще какой гир, я-то не вижу. Сейчас игру зайду, посмотрю. Ну, у нас 280-й, 270-й. Что-то такое. Ну, ну, вы-то крутые. Мне надо, походу, этот, как-то потренироваться. Ну, я вещь завтра ещё на работе. Потом на выходном, наверное, два куска Т5-си возьму. У меня-то на два куска хватает. И подумаю, что. У меня, наверное, мало ДПС будет. У меня на артене никого нету. Да, до поляста, я думаю, хватит. Ну, ну, просто нормально заливать. Да. Ну, в плане дома. Да, Марил. Всё, всем пока. Удачи вам, ребят. Давай-давай. Два раза подряд не одновременно убили вот эту троицу. И они... Ну, у нас первый раз почти получилось. Там буквально. Если то, они добили. Но они друг друга рисуют, и всё получается. Их надо довязывать. Да, 12 секунд убили хвостоплёта. 12 секунд прошло. Тех не успели добить. Там 1 или 2 осталось. Всё, они фулл резко. То есть, фулл хп сериал. У них такая особенность. Так, сейчас плюс он убит чат. Так-то было бы хорошо, кого-то более крутого взять. Да, нормально. Ну, ты крутой тем, что сможешь командовать, что делать, анонсить. Ну, да. Я понял. В десятки мы переживём. Я понял, где вагонится теперь буду. Я потом... Я думаю, потом, если всё хорошо пойдёт с этой гильдии, я, возможно, переведу сюда сову. У меня там, ну, на 4 куска будет Т5. Там удэ очень много. Но у меня сейчас... Завор! Сова там, и там медведь 4 к 5 есть. Давай ты, шапешка, перейдёшь нам совсем нафига полностью. Всё, хорошо. Так, что, я бафы должен давать. Сейчас я буду быстро вспомнить. А 4 к 5, вон... А дети у... Не так уж и долго, на самом деле. В этом... В 10-77 шмол. Так, ну я настой выпил, у меня тут лкашный лежит в сумке. Есть какая-то рыба? Я бафы вроде не дала. Конечно, поставим. Если рыба... Ещё раз, пожалуйста, как индикатор включить, чтобы полоской был? Интерфейс... Имена... Интерфейс именно. И там внизу есть индикаторы противников. Вот, нашла? Нет, они ещё переключаются. Просто галочку ставишь, и всё, и всё, и всё, и всё, и всё, и всё. И всё, 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 и всё. И всё, и всё, и всё, и всё. Так, сейчас я ещё скрыть. А, нет, 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 не Ctrl-V. Ctrl-V, это, ты, этот, Ctrl-V включается, включается, а их HP не противников, а дружественных. А V просто, когда ты нажимаешь, а включается, включается и на противников. Без Ctrl. И дайте ещё, кто там, скачу вот этот лок, да, и ассиста на войну, да, в твоей группе. Так, тогда я думаю, что ССС кинуть на танка ДК, а второй на ресторан. На китай, да, по барабану. Всё, все готовы, пошли в луну. Ну, а теперь бегать. Погодите, а палс-баф это будет? Ну, давайте баф, обязательно, конечно, надо всё. А ты бы хотел, я роспавнулся. Ну, вот на мне есть каска, я бы не против МП-5 вылучшить там от второго павла. На, я в этом... Так, и МП-5. На МП-5, на пристреке. Ну, ладно, пошли, давайте, мы просто будем так вечно сидеть, пошлите, танк пуляй. Остальные стоим, ждём, смотрим, что происходит. Е-е-е-й. Так, ты чё, иди сюда, включай Адра. Да, смотри, там ауронисты стоит, нет. Всё, мобовы, выбираю мобов. Full DPS мобов, вот. Вот, под ноги мобов заводи, я уешал просто. Дар, зелёную ёлку переключились. Зелёная, да, вот это. Ёлку убили, и мобов. Просто Full OU-E даём, они просто раз, ну, сдохнут. Кто точечно свищит, смотрите, у кого хабрит. Плёточника, 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 плёточника побольше этого. Грозовой плёточник. Грозового, 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 быстрее, 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 быстрее. Во, во. Всё, это первый шаг к успеху, всё будет отлично. Сейчас я себе индикаторы включу, тут сам, без индикаторов. Влези. Ещё полоски у меня тут на Вуду накладываются, ДБМ пишут. Кринж полный. Я, если чё, на Ютуб всю эту парашу выкладываю, потом кому интересно, можете посмотреть. Всё, это. Бьём мобов. Ретрик одного выбирай, который... Вот, зелёную ёлку, пошли свичимся, РДДшники, пошли. Сейчас на себя, блядь, звезду поставлю, чтобы вы смотрели, где надо стоять. Дамажим ёлку. Всё, быстрее. Всё, и потом мобов. Всё, мобов бьём. Выбираем, у кого трёх, хп мало, которые одинокие, от кучи его зергаем. Старайтесь равномерно их не убивать, как трёх предыдущих, потому что будет взрывов много одновременно. И кто там под ногами этих мобов стоит, они подохнут. Но опять же, активнее это делайте. То есть и дотки надо навешивать, и одновременно их стараться не взорвать. Вот сейчас по танку дамаж будет под ногами большой. Да вообще и нифига. Вообще даже не заметил. Всё, дальше ждём, сейчас дерево будет. Два этих вида трэша вышли, сейчас будет дерево. Дары ионора, вот он, зелёную херню бьём. Сейчас дерево появится, ищем грибок. Те грибы, которые большие, они скоро исчезнут. Смотрите, вот встали под гриб, вот встали, и дерево бьём, вот это вот, зелёное. Танк тоже идёт под гриб. Не обязательно, конечно, всем под одним грибом находиться, потому что может луч солнца туда упасть. Ну, в принципе, мы в обычке бьём, тут что-то хер. Давайте выше дамага, и чё там ВДПС. Вот маленький грибок, вот этот сейчас исчезнет. Это зелёная ёлка появилась, где она там, я вижу. Зелёная, вон она, возле Фрея. Чтобы её бить, тоже под грибком надо быть. Всё, дамажим. Вот видите, я под грибок встал, я могу дамажить. Так, дерево ещё не убито. Давайте дерево добьём, не опаздываем. Давайте дерево. На Фрея вообще не обращайте внимания. Опять дерево, опять грибы. Это ветер. Ещё три пачки треша, ну то есть того же вида, но в случайном порядке она будет. Вот зелёная ёлка, прямо здесь рядом, убили, быстрее свечнулись. Про дерево забыли, ёлку быстрее, всё, теперь дерево опять. И побольше по дереву, прям мощнее играйте. Я, конечно, и совсем не подхожу в своём гире на сюда. Ничего. Да ладно, забеги, ты командуешь, классно. Ну так, я с 2007-го играю в эту парашу. Не, ну релить тоже надо уметь. Да. Когда ты начал, ну я, конечно, от этого дела, видишь, устаёшь. Вот. Вот. Но, знаешь, я релить тем, кто вообще ничего не понимает. Оно, как бы, с одной стороны, удовольствие. Когда люди учатся, опять же, когда слушают, приятно. Зелёную ёлку бьём, скоро треш появится. Вот смотрите, мапы одинаковые, сейчас ёлочку убираем. И просто всех мобов раздотываем, чтобы они получали все дамаг. Я просто буду Исушение кастовать, как дебил. Они все под ногами, видите, я Исушение кастую. Вот так престижи подделают. А вы Ретрик под ногами бей. Ретрик, больше Хвостоплёта побейтесь, мобов. Ретриков больше нет. А, я ж, сори, я забыл, что он ушёл. Хвостоплёта, хвостоплёта свищнулись. Хвостоплёта, все свищнулись. И максимум по нему. Те от дота умрут. урон 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 именно это танка танка не проявить все быстрее хостоп ледового частя дота комбрут нормально стоп успеем он жмем 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 тех кто суббот чистого ежка и ничего осталось пачка 10 мобов и после рев и после них будет чисто босс так тем не тут вызвать пета своего я между прочим меня этот ревностный сработал мобов бьем желательно побыстрее расчехляем так как сейчас миликов нету просто фулову ешку даем но умирающих мобов под ногами не стоим что они взорвутся и нанесут урон там по 10 елку свечнулись забыли про мобов елку быстрее а то они на фул хп их поднимет елка если вырастет все добиваем мобов теперь примерно в череп отводи босса в череп отводи все стоим на линии между черепом и луной ну в принципе рдд вот когда скажу на тот берег перебежим сейчас она должна будет кидать каждому под ноги по зеленому снаряду пока еще не кинул просто объем можно уже фул дпс да да фул дпс больше треша не будет все 6 пачек треша она вызвала будет еще елку вызывать и кидать под ноги бомбочки раны их кинет перебежим сова встань на берег на берег на берег 6 секунд 6 секунд бомба там они взрываться секунд через пять елка все свищнулись в елку про боссы забыли елку бьем и босс опять давайте геру шамана нет я знаю все перебежали на берег видите под ногами зеленая параша танк переводи рдд перебежали хилы перебежали вот видите параши с на том берегу как она взорвется она под на нам под ноги новую кинет час вот новую кинул опять перебежали вот и все это повторяется туда-сюда все перебежали главное не останьтесь в этой зеленой херни потому что она взорвется один не убьет 23 могут шутку вот кинулась опять прибегаем обратно стойте на берегу не в воде чтобы мы через эту ну бомбочки не бегали ну все и гасим опять перебежали елка зеленую в ручье растет бомбы раскидались опять прибегаем более и если честно у меня теперь я понимаю что и как и откуда перебегаем ничего сложного вещь это все знать надо просто я то через еще раз проходил такому то я тоже здесь убивал ее до хрена раз но знаешь вот такой ясности не было побежали 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 не тормозим ясность она вещь со временем там елка нигде не вырастала что прибега мне не было не было потом и поднимет фуха проблем будет печально он она елка елка можно можно и не на тот берег перебежать если что просто елку убиваем все я вот бегать от бегать и все бейте бейте ничего лог там дамага получил немножко полетал нормально все тупо добивайтесь сейчас и она когда сдохнет эти бомбочки все равно взорвутся отойдите отойдите от бомбочек а я алхимик я хочу лари алхимика короче и кубик нажал так алхимия тот не едет у кого нет алхимии подгрид нажимает все остальное отказался что вы тут убили каких боссов просто не знаю можно эту кошатницу прист есть антистрах будет кидать но а кто касты сбивает точно знаю сбивать дкашник какая раса у него же заморозка разум по идее не работает тоже не сбрасывает там нужен кик ну ханта вроде как кик есть у лока упи то есть не фире просто стойте стойте назад не согреть и давайте пусть она пройдет куда партнер подожди у ханта нету кика потому что мы два бм а у локов и собаку вызывать принципе самое здравое здесь и товар у меня это если захочешь кем-нибудь другим допустим до этого переводишь все альянс орда и как они ренегат я просто не любитель пвпс и какие-то острова делать надо будет уже не гад пиздит слушай но я не знаю дурой делать она так-то жирно и мои давай скипнем потому что да тут действительно проблем будет ночью нарезаться то у вас фрея последняя была что ли тогда в портал обратно обратно бегите в портал и тыкаем искра воображения и потом нарезаться м конечно запускать не будем потому что ничего тут как бы рисковали вы все помешки еще одного убили только фрея получается остальные трое живым и мир он сейчас потом ходе ратуре мы пойдем бомбочки смотрите или кого убили а ходе ратуре мы убили на масках номер он без акцию хорошо замечательно ты эта музыка для моих для моих ушей короче мембер он выторим и ходиров в обычке били до уходи ходируем чего уж там просто зеркается но проходите быстрее и он сейчас здесь дохните на проходил там бомбы эти будет танку похлопать заходить сюда вот где звездочка стоит здесь а я кстати перепутал я почему-то чоку принял вот который у которого стрим я что-то его принял за хитрозаточки я просто я просто великий паладин великий но скромный а когда чоку а почем-то там брал то 6 по скидке брал не нравилось все раз он перерыв нажал вы идите тогда все и курите тоже вышла вышла короче 4 200 у меня вообще что там закончилась перерыв ну и рчок еще чё у нас хитрозаточки то выкачет я туда я я бегу 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 у нас то ли остался и у то есть нас пока немного в районе 10 человек есть да или может больше быть но пока я пока двадцать пятку них он не наберем пока не наберем ничего страшного спешить то некуда на фк же не притягиваете правильное самое главное самое главное чтобы сейчас вот эти мысли подороги в формах работа притягиваем пока тактик самое главное чтобы все тактики вот как бы приучились бегать вносить все остальное а потом в двадцать пятки уже будет проще не не проще тебя потому что все остальные люди которые нас человек не палец с ними тоже надо ходить уже надо будет знать это отдельная история санька это отдельно так рыли чак присутствии сейчас а нет кулман блин что на 5 у меня макрос нету на призыв этой собаки тут же еще этих а то собирать надо а тут ерунда в 1 так и справимся да у кого-то дышни кудыка да да в одного танка конечно так ума вакам он легче идет идет кто подслышал вроде сейчас наушники уже должен был одеть вот вот он опять опять зашевелился ты тут кум я дошла я сказал берите я все чувствую слова после рейда с тобой можно поговорить да конечно все тут до рч сделал проверку так мы все здесь все подтвердили короче смотрите смотрим на звезду если чё надо будет сделать скажу босс пуляется очень просто танк смотри танчишь вот этот утюг это первая фаза потом будет туловище он центре он не танчится и голова летающая она тоже не танчится но таунтить ее в воздухе можно мы обычный режим делаем про кнопку потом будем рассказывать когда будем покруче сюда люди придут и тоже обычку поубивает принципе там по видосам еще посмотрим видосы все есть в ютубе еще посмотрите танчишь значит в этом кругу как где он стоит там и танчишь мины вокруг будут раскидываться дк-шник ты единственный милик по минам не бегай будешь отбегать от шокового удара шокового удара 15 метров круг босса вот примерно как этот круг нарисован если он утюг этот в центре стоит то просто за этот круг выбежать метров 15 ну где-то вот на расстояние вот допустим да вот этого кругляшка тебя не убьет если утюг в центре стоит танк тоже отбегает потому что там сто тысяч урона вот и в это время еще в тебя будет луч плазмы кидаться очень поздно там 1140 дамага за 5 секунд или за 4 секунды то есть танка надо будет хорошенько прохиливать давайте чё рддш ником принципе легко и вам легко танк стоит тащит все давайте подбегай где-то там они погоди здесь такая фишка еще есть я не знают здесь был на сейдус или все встают в луну рддшники и силы по команде нужно перебежать в квадрат потом когда будет опять команда перебежать обратно хорошо я это хэм мод да если ты про огонь хорошо давайте еще тогда скажу кое-что важное вот смотрите сейчас на звезду когда утюга мы убьем там 3 ляма когда утюга убьем появится туловище следующая фаза вот у неё у туловища есть за способность которая ваншоты это лазерный обстрел так вот лазерный обстрел если вот я стою от утюга и смотрю на вас на квадрат смотрю да я двигаюсь по числу вот это туловище которое с двумя руками будет она двигается по часовой стрелке там есть бак анимации что руки могут в одну сторону смотреть стрелять лазер в другую но надо смотреть на первоначальное положение рук куда он лазерный обстрел объявляет он как действует он действует по часовой то есть если я смотрю на вас вот эти руки на квадрат смотрят из звезды понимаете да вот я босс я смотрю на вас и руки двигаются по часовой часовая для босса это вот так вот в эту сторону вы это должны представлять себе четко ваши действия если я вот такой шипешник стою и смотрю на меня руки босс направил вот прям на меня вот на эту полоску на эту дорогу где три вот этих руляшка нарисованы мои действия если он направил он еще там подготовку три секунды или 2 к стоит мои действия я выбегаю вот сюда потому что обстрел будет вести туда вот в ту сторону в сторону квадрата будет он по часовой крутить на 3 3 круга примерно проходит вот если вы находитесь допустим вот здесь и он дает обстрел по дорожке где от утюга до квадрата вот по этой дорожке то вы можете либо подбежать к нему там то есть сократить дистанцию там забежать ему за спину милики просто за спиной бегают там посмотрим принципе и на той фазе где вот эти вот руки будут туловище просто дамажит все там дамаг очень большой для хилов очень сложный бой бой будет и милики ой эти рддшники вас будет под ногами появляться красная метка если вы с нее не выйдете например она такая приличная как вот это вот луна только красная будет если вы с нее не выйдет там миллион урона там ядерная ракета мини ядерная лукета такая прилетает просто с ней убегаете все она еще из-за спины босса как анимация летит сначала медленно затем быстро с верхней точки падает куда она назначена на полу ну и все в этом особенности все этого босса не танцы просто рддшники убьют хилы хилят танка бегает прыгает обычки ну а на вертолете вертолет просто объем в принципе давайте уже самым я короче пульнул босса подходить до всех одновременно как на светке вот этот аддон давайте бьем дкашник смотри сейчас мины вокруг босса раскидает через пару секунд вот они он раскидал просто когда будешь выбегать выбегай в сторону рейда где хилы я тоже выбегать танку тоже отбегает тоже в сторону рейда поверни к нам лицом босс не туда ты этот хилов убегаешь вот в общем прожимочку какую-то дай все хорошо и волочай оптан тарабайк все тут ничего сложного обычка на попроще х поменьше если дкашник на бомбах не взорвался уже считаю успех будет будет миликов потом учить будущих шоков удар 5 4 3 отбегаю это только для 3-3 когда он кастовать начинает они еще смотри ты на танке от хилов бежишь мы как бы здесь тима ты сейчас ты видишь ничего не собрал вас поскольку слабенько бьет для для нашего гира но опять же надо телом выбегать это иметь ввиду это очень важно не до кастую цвет небеса подохнишь просто вот смотри частую примерно тусуемся вот здесь в рн же вот это и zero и дружный танк просто в миле бьешь дкашник просто в миле бьешь отойди от круга сейчас откинет от круга когда вот это первое все это пара сейчас появится туловище из уже зайдешь дкашник за их вы знаешь как вообще просто скамы стали себе можно и за спиной да потому что это же обычка можно принципе так вернулся давай нет нет тут лишь вопрос в чем силы давайте два лука 2 ханта вы стойте на рн же немножко рассредоточить силы сейчас эта параша появится главное смотрите метку не проявите под ногами она будет красненькая такая постарайся ну по моему все лучше все-таки привыкаешь чтобы все кучки в одной стояли и выходи дальше хорошенько хилы хилим шею потом будет хилы хорошенько сейчас хилим потому что очень большой дамаг по релью заряжается так все скоро ракета появится вот она из-за спины будет лететь он она вышел из луны вышел вышел это шли оттуда вот хорошо все захиливаем ся и скоро вроде должен быть ядерный обстрел лазерный вот смотрите на на звезду примерно все нормально в звезду к звезде бежим к звезде бежим вот в эту сторону вот видите обстрел идет все спокойно он идет по часовой все все увидели сейчас он до кнопки примерно до кастует и все нормально все дальше бьем сейчас еще будет одна бомбочка красная метка под ногами скоро появится вот выбежал тавер дружник и кто-то еще там хант выбеги же беги быстрее оттуда летит вот это хлопнула так ну лазерный пишет еще дбмч у 7 секунд вот готовьтесь примерно на на линии а вот я выбежал смотрите куда повернется и помните да что он по часовой стрелке будут кастовать соображайте куда бежать какую сторону сейчас обстрел будет скоро там принципе вот сейчас он от нас отвернулся всю карман америке просто заспали прибегают все отлично все часа там пропиздиться мы там бафаемся если маму там сидела а мы по моему этих мелких я там смотри три вида мобов барахло боты просто ауешатся мне обращать внимание их никого не шутку бумбот он падает прям с вертолета вот эта голова летающий вертолет прям из нее падает то есть под ней находиться рддшник обхила мне надо и если вы увидели что бомбочка это бомбот вышла но бомбот называется ее задамажили быстро дкшник просто оковы ей кидаешь и все этого будет достаточно и успеют задамажить вот он это вертолет появился видите звезда действия подальше отнесу я начинаю дома сердечники дамажат хилы хилят танки танчат танки танчат только большого робота из большого робота вот он бомбот появился свечный его убили просто убейте бумбот видите подамажил вот штурмовой бот его берет танк все это единство твоя задача здесь он когда умрет этот бот дкшник бей бота нужды дачники тоже его это клевать и смотрите на голову из нее выпадет бомбот скоро новый вот он бомбот вышел бьем его только под ногами не стоит с головы что магнит падает магнит падает с штурмового робота вот который танк протопал сейчас ты босса этому моба добьют лутонешь это ядро и под голову встанешь и нажмешь на ядро в сумке он вот освещались а то он дойдет взорвется отбегать 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 видите лутай лутай ядро дотаем штурмового или без штурмового рдд бьет голову то когда лутонешь ядро встань под вертолет и нажми ядро в сумке бомбот объем он бомбот все нажал но теперь милик и ты можете бить босса лутонешь второе ядро повторишь босс принципе когда круто это это для 2 можешь сразу вот так вот он взлетел сразу можно вот хороший дамажем но это чисто для удобства или вообще понял с огнем конечно потяжелее будет станет сейчас быстренько добьем еще бомбот может выпасть там смотрите под головой не стойте и а сейчас очень важно как на фрей били три цветка одновременно также и здесь если за 12 секунд одну часть убили а другие или одна живая они резнутся на 50 процентов хп себе они сейчас по половине хп будут иметь их надо бить одновременно то есть убить надо с разницей не больше 12 секунд там когда метки развешивай контролирует метки вы сами все все контролируйте вот берете этого моба и смотрите танк стаунтиш голову на себя и снизу и милик и танк все семейники достают до всех трех частей развешиваем доты на всех значит сначала из этих трех мобов все захиливаемся хорошенько на фулах поддерживаемся из этих трех мобов первая способность будет лазерный обстрел поэтому все смотрим на туловище мины тоже появятся дкашник смотри куда выбирать мины появились дкашник смотри чтоб ты не побежал по минам когда будешь бежать от обстрела от обстрела просто застану красные метки вышли эрдру 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 хорошо спас тебя смотрите у туловища хп больше переключитесь в туловище скоро будет обстрел вот бежим он по часовой идет сейчас ну порутил не знаю табак они мы все видят да что это самое голову побольше бьем кто там вздох это надо кажется ну хорошо пускай полежит проблем набегать сейчас смотри танк будет самый шоковый удар красная метка вышли шоковый удар танк остальные все объем две части у которых хп больше чем у низа это голова и туловище все видят да ты все бьем спокойно вы сами прекрасно видите эти меточки ну как полоски вот эти красные 22 23 верхние нижняя часть 13 12 еще скорее всего красная метка вышли и скоро будет скорее всего обстрел еще один поэтому смотрим на положение середину головы 2 ляма это видите он руки у него в ту сторону смотрят а анимация вот этих лучей в нас идет но он стреляет как бы в сторону кнопки сейчас туда в ту сторону это вот ну много кого путает ребята не видят все гейма счета кто какой класс выбеги с красной метки в принципе добьем нормально без него пускай лежит все просто просто уешаем можно даже дождь туда кастовать лужи разливать где-то всю фигню просто что-то номер равномерно дамаг шел в туловище игра все сейчас эта параша все сдохнет то же самое на гере просто там будет огонь еще туловище туловище быстрей-быстрей 100000 вот очень нормально заметили не забудьте запустить это пройдем к якуп сняву вообще весело бы быстрее первый элемент отказываемся гельбанк идет найдем вот туда наверх к порталу там только боя забирать или танк похлопаем себя или задамажить их или хлопнуть что значит вязок с ее к остались до вязок значит портала обвалившиеся галерея поднастроить надо конечно привычно чисто зашел с двадцатого года первый раз обвалившийся галерея предпоследний снизу и налево налево за звездой там кто-то может пробежать по этим только смотри не с пульт босса который ходит вокруг вот он сейчас он пойдет набра обратно от фреи а ты беги кто-то в ту сторону там по запускайте я я принципе после фрея за ней пойду и мембрана запустили рядом сейчас она уйдет отсюда развернется кто-то в ту сторону сбегать и хода раз запустите этого мы успеете там кто-то спуску 1 рупала соль соль тори мы запустим хода стоит вот его запустить всех четырех запустим чтобы нам не палец сейчас пока не пуляем об обществе обратно вернуться так бабы запустил я сейчас пойду за ней запущу это принципе то там танк hill подбегать идут волока 2 ханта самые дамажащие есть так что можете трэш потихоньку разбирать там смотрите мог какой-то опасный есть приверженец по моему самый опасный вот его первую очередь зергать он хилит то парашеку стоит эфир кидает потому что салон еще кидает это 10 беспонтовая ох ты как заферил они прям туда в наживе а я не могу ничего сделать полин прям вообще жесть они вешают этот салон туда салон 10 секунд вешается примерно через добьете проблем да ну тут фишка в контроле у нас так ретрика нет он все у нас есть вообще кто-то может у нас нихера нет ничего просто попример могу забанить так у нас эти там элементарь один только тут обычно либо притрик дает это покаяние потом чего овцу дает маг сапога может дать еще что есть чуть-чуть не помню его не бейте полил из дороги опыте по стеночке волки руку носом так идем принципе можно убить если пулю лучше не пули начнешь если не худо время давай не работать так а увяжет же нельзя да сейчас будет а ты про босса прорезок сам да 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 но это есть и хардмод хотим делать подал я пока в нормале проходим до там фишка боя связок сам в том чтобы она не вас не восполняется вообще никак она по моему исполнять столько у ретриков у протопалов то там в каком-то урезанном колесе но вроде как хватает и вот остальных ничего не резать то есть вот сколько у тебя маны есть очень-очень важно силу не оверхили здесь то есть по ламану не прыгают но есть их познают что как как это делать если он за свой класс на эту одну и танка там бьет только на этом когда босс на себя бирсу вешает там фиолетовая такая параша вот самый опасный мог здесь ледяной маг и приверженец они его будут это сало кидача сукин где-то второй вот приверженец в первую очередь всегда заливается приверженец а потом маг потом все остальное параша они как бы все опасные танк залетают дкашник будет гриппать всегда приверженца нам и мы его будем зергать в первую очередь портопал бы что-то залетать стану сходу могу черепку даешь вот мы кружок я думаю быстро разберем просто приоритет зерканье мобов приверженцы разобрали и и стоим еще не в одной кучке потому что мы в одной кучке маквас у нас телепортнется и повешает сало все на 10 то есть допустим кто-то там под стенку забежал кто-то здесь и смотрите еще будет приверженец фир кидать и поэтому в первую очередь зергается фир может отвести человека в сторону другой пачки мобов поэтому мне как бы нежить ладно спрыгиваем вниз все вниз спрыгнем потому что мог будет телепортироваться наверх это будет проблемная опыта могли снимать все понеслась все понеслась гриппаешь кружок все в кружок зергами там пока стану пока агрона пачки набирает кружочек зерканье мота повешалась пиромант блять убил слабые просто все добивать контроля побольше вот пиромант появился им косты сбивать и стенки то стану хантов из ловушки там заморожил ловушка у хантов есть блядь вспомнил я тут вспомнишь из всех классов обижки контов есть ледяная ловушка она кидается под ноги мобу и он спокойненько во льду стоит очень много у я у всех а у я будет даваться тогда когда мы бы уже подойдут к нам сейчас мы на второй пачке то все протеста а тема бы ну зачем в лед давать его я не буду допустим к ставать если люди будут это делать на постоянно с нами ну значит им надо вот так то есть вайпаться падать допустим танку я не могу мне все а внешне вообще все танк это понятно ты ты же тоже забегать секунду я тебя перебью извини у всех в т5 есть макросы обилки которые просто визуются по кд и это ауе я все это знаю она же не 50 метров вокруг тебя это же все контролируется все это можно самым делать сейчас у полоски я бы даже не вижу мобов одни полоски души а у нас магов нету блин если только кто-нибудь этот ветерок нажигает сергей под моппель для сова так смотри какая тема значит пока что стоим часы метки развешиваю дакашник будет купить кружок и будем зергать его остальные значит хант который хитро задать вот те черепок кинешь лед под него ловушку и туда никто не уезжает и крестик кинешь 2 хант ульта на лед поделать эту парашу до под ноги чтобы когда побежит на нас он заморозится в ушки они пока во льду этот бумага будет стоять мы зеркнем приверженцы есть остальную параш который прибежит и потом будем черепа убить после этого ну там посмотрим все этот самый гриб и кружок бьем кружок но мимо пробежала все ему пофигу ничего страшного да такие мобы давай хотя бы черепок свищнемся убьем попробуем у нас там живы я на него станки ну давай добьем черепок хотя бы добьем меньше кто мог убить найдут кидутки вот так жесть я принципе могу 3d метки кинуть куда ловушки вам кидать но я думал вы сами это под ноги а я кинул ловушку но просто по ней прошел все получилось так что чья-то ловушка кинулась на кружок который должен мы дк грипп и нам его бить вот а надо кидать под череп хитрозадуще под череп кидает мы убили уже могу не череп пошел по ловушке я значит не заметил я прям наблюдал смотрел я кинул черепа ориентировочно должен по ловушке был пройти он прошел и ловушки нету все не там как бы больше похоже что им у них иммунитет как это может быть я честно говоря не знаю за хантамага не на ловушка попался докажет кто в танке он живет и живи мы все все тогда покидаем тело бежим еще потому что упасть на то смысл все равно до туда бежать чинилка чинилка вот здесь огар стоит у него на голове сидит гоблин вот у этого гоблина чинимся я а у мамонта дороже обвалившиеся галереи налево не к визу к судам тк-шник там по ходу часы хлоп на ты умер что у него сердце не выдержало а он же не этот он же не было анхолик просто я помню двадцатом году ты 5 еще появилась играл за этого просто там лужу ставилась в ней там там что ли снижаться повышать четыре анализ и сопротивление 150 огня и за это время уже три раза переработали это 5 куча всего поменялось первый квартал открывается черного храма я честно говоря понимаю что черный храм храм это круто но я лучше подожду пяток лет не доделают нормально там не понерфит когда уже пойду туда сейчас конечно там топовые гильдии туда идут с кто за фоказ зайца коллективы которые долго уже складывались смотреть здесь очень давно сорный храм есть правда не доделан там первые три четыре босса вот даже когда x10 живой был там 1 вопрос какой как смотрю почему давайте там рыба был пока они бегут сейчас мы поедем тогда ты опять пишешь один хавлю рыба уже стоит говорил что ты ставишь хорошо когда стоит это 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 шутка за 300 всегда вырывается то не стоим за блин стоит ссори там если девочки есть извиняюсь за то что у них ну так-то для девочек тоже это хорошо собрались они стартеры как бы давайте о больном не будем так ну что получается страж это мили боб элементально банить можно в первом на этих трех могов и будем разберем вот этот пироман тут этот петушара он тоже сало походу вешает вот луну поставил его просто в первую очередь зерги давай попробую я в него в ловушку кинуть ну давай попросили не пол и получится танк сразу его диск кидает сало потом на него стан по очереди ну давай я иду кидаю под него все готовы дух стаи поменяй то я кидаю 321 блин элементарь там ходит но сейчас сейчас подождите вот он скачок сделал задел сзади задел на траве то ли то ли стан на него сразу кинул а блин вот только сейчас кину конечно он так далеко и блин канулся что не успел это уже рядом был нас короче на тех мобах замутим там конечно пару секунд выиграть вот смотри ты будешь тетрозадач под череп кидать под его ноги этот самый будет второй хант не помню как ник у лена ульта на под крест я приверженца зерга и мы бьем но остальную петушню там протопал ловит вот при приезжать кружок подходи на уровень выстрела ловушки давайте два на счет три будете кидать 1 2 подожди 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 ультана готов давайте раз два три приверженцы гриппы гриппы приверженцы и бьем я станки лома на крест таунти кружок если сова нету все кружок бьем и старайтесь вы выживать как-то от мобов подальше отходить так это зажил слова скоро научимся кружок кружок добейте потом череп пока остальную все парашу катите самый херовый моб это вот этот череп у меня не получается давайте просто ловушка которая кидается на расстоянии поле он поставил который на землю контроль над и конечно а так в принципе в вас пятки попроще с этим классом больше разный он блин канулся это подарок судьбы давайте бьем на лестнице иди сюда малышка это он уже хочет сдаться нам он хочет на цены убейте уже быстрее это говно говорит байпет сорвал ее обалдеть